всем привет добро пожаловать на канал vtnt с вами как всегда я владимир тишевский сегодня четверг вечер я записываю это видео для вас для того чтобы поделиться с вами информацией о черной пятницы и как сделать так чтобы выгодно купить какой-то товар прежде всего хочу сказать о том что у меня есть телеграм-канал там где сейчас активно выходит много информации о товарах со скидками на черную пятницу я делаю это более оригинально чем другие телеграм-каналы я думаю что вам будет интересно по крайней мере перейдите посмотрите а там уже сами решите итак друзья черная пятница сразу хочу сказать о том что для меня типа 11 11 но 11 11 это больше как для китайцев то есть у нас она не сильно популярного черная пятница у нас более популярна и даже алиэкспресс принципе готовится к черной пятнице я сегодня был в альдорадо и что могу сказать есть некоторые позиции на которые цены ну прям вот такие как они действительно должны быть есть некоторые позиции которые не очень например xiaomi 55 дюймов 4к телевизор он стартовал в цене 600 долларов потом подняли цену на 625 долларов сейчас на него цену опустили где-то в диапазоне 520 долларов то есть получается так что от начальной цены где-то 80 долларов скидка в принципе 80 долларов тоже неплохо понятно что это не так как в соединенных штатах там 30 40 50 процентов скидок но блин xiaomi и так в основном все дешево продает поэтому конечно же товары не могут прям вот супер сильно подешеветь redmi note 8 pro подешевел на 40 баксов mi a3 подешевел где-то на 15 баксов многие другие товары в том числе и крупная бытовая техника действительно подешевели кстати хочу отметить о том что samsung подешевел у меня тут вот прям подсказочка такая о том что samsung сделали хорошие скидки на с 10 и прям вот все три варианта плюс с 10 и с 10 и также на но 10 я смотрел на тимоле и неплохая тоже скидочка там ожидается почти там 20 процентов они собираются сделать скидку на но 10 не но 20 норм но хотя опять же смотрите то есть на самом деле это цена которая так и должна быть просто цену обычно проделают завышенной но потом продают вот на таких распродажах еще бы я рекомендовал бы самсунга присмотреться к а 50 и м 30 с все палочку поставил про самсунге я сказал я себе пометочки сделал кстати у себя в телеграме я много постов сделал более развернутых по разным поводом поэтому переходите в telegram реально почитайте посмотрите если вы интересуетесь какими-либо товарами на черную пятницу а завтра я постараюсь сделать еще где-то 15-20 постов полезных интересных как раз именно для вас huawei в россии они особо цены не опустили я смотрел на их официальном сайте если что тоже можете посмотреть на 30 про не помню обещает 12 тысяч рублей правда подарок убрали там был реально в классный подарок если я не ошибаюсь часы дарили а тут раз они как бы его убрали там чехол дарят по 30 по 30 light кстати у нас в украине тоже подешевел по 30 light появился п smart pro тоже неплохой вариант и на ю9 и на ю7 тоже неплохие скидки xiaomi обещали на алиэкспрессе сделать очень хорошие скидки пока я не вижу прям мега крутых скидок на алиэкспрессе есть скидочки уже на редми нот 8 т нас пока скидок нету не 9 light тоже на алиэкспрессе хорошо скидывают ими 9 т про начали и у нас снижать допустим наш официальный представитель алло вместо 12000 продают за 10000 ну в принципе две тысячи гривен неплохо тоже скидочку сделали хотя уже давным-давно пора было сделать эту скидку потому что у нас очень сильно понизился курс а цены держали достаточно высокий honor притихли что-то у них прям вообще тишина какая-то не очень-то интересно и 9x только недавно вышел наверное 9x я выбрал бы только на алиэкспрессе и китайскую версию ну там или в китае именно китайскую версию meizu видать не все продали поэтому скидки они сделали такие же самые как и на 11 11 например самый их дешевый телефон c9 они продают за 47 долларов это 216 это как раз самый такой вот знаете бомж вариант или для себя если вы человек с ограниченными финансовыми возможностями или же для допустим ребенка чтобы не жалко было там дать школу если он там его даже разобьет то есть цена не такая уж и большая 47 долларов кстати дуги аукетели и black view тоже распродают свои девайсы я в телеграме завтра оставлю вам ссылочки чтобы вы могли посмотреть что они предлагают ну и конечно же указать какие-то более конкретные модели которые действительно стоит брать или не стоит брать я сделал небольшое открытие для себя вот хотел бы тоже с вами поделиться заметочку себе сделал стоял я в магазине и был целый ряд телевизоров разных вот я очень сильно хочу купить телевизор но сейчас у меня не время мои финансовые возможности ограничены поэтому с телевизором пока мы подождем так вот смотрите какая ситуация были samsung и были lg были разные ноунеймы было sony там пару моделей я вот и там была одна и та же картинка я вот стою с места на место чуть перехожу и смотрю и сравниваю и сравниваю разные 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 телевизоры и что я понял самые офигенные картинки конечно же у lg и у samsung а вот как ни крути как бы не критиковали их там или еще что-то вот самые нормальные картинки то есть вот самое адекватное изображение которое мне понравилось это у lg у samsung да sony тоже неплохие но блин sony такие дорогие что я бы их точно не брал бы за эту цену но все остальное реально отстой вот на эти ноуны им они такие красивенькие они такие тоники они такие прям вот все из себя но блин вот они какие то не такие самый дешевый mi band mi band 4 на гербесте сейчас продается в других магазинах дешево не нашел поэтому если надо mi band 4 на гербест также рекомендую присмотреться к смарт часам amazfit gts так называются эти часы через несколько дней мне обещают их прислать на ну где-то недельку тест обязательно затестирую и расскажу вам потому что я хожу с amazfit бипами кстати на них сейчас тоже идет распродажа и скидка вот но в принципе она должна была уже быть опять же у нас и так была в украине завышенная цена на amazfit бипы и плюс ко всему когда упал курс то у нас эта цена вообще то есть что вы понимали у нас продавались за 85 долларов amazfit бипы чо 85 баксов но это слишком было аксессуары к телефонам каким брендам я доверяю я доверяю как минимум трем брендам вот возможно есть еще какие-то другие то есть там примеру чехлы милкин да они классные но это только чехлы если мы говорим аксессуары там провода зарядки вот всякие разные мелочевки и так далее три бренда югрин это самый вот для меня у меня много кабелей вот сейчас заряжается этот смартфон через югрин кабель он три метра вот нереально крутой провод ткани вы просто шикарный я в восторге от него дальше второй бренд это blitz вульф я много протестил разных товаров от blitz вульф и у меня есть там пауэрбайн заряжается у меня есть трипод который я сравнивал сяоми триподом и blitz вульф был лучше за эту же цену и третий бренд это басеус или басеус или в общем я его называю басеус очень неплохой бренд рекомендую тоже присмотреться товары от него тоже весьма неплохие кстати басеус они делают и чехлы то есть очень много на алиэкспрессе есть у них фирменные магазины и там они делают неплохие скидки и неплохие цены для потребителей на этом я буду заканчивать видео напоминаю что в телеграме я делаю много полезных постов для вас поэтому переходите в телеграм и в ближайшее время вас ожидает и обзор смарт-часов huawei gt2 и там уже есть redmi 8 распаковочку выложу и вот здесь еще есть вот эти вот сенсоры интересные и amazfit gts ко мне едут и redmi note 8t ко мне едет в общем много чего интересненького возможно я даже возьму за тренд в декабре минимум одно видео в день выпускать для вас чтобы вам было круто интересно все друзья на этом я заканчиваю свое видео спасибо за просмотр если был полезен для вас с вас лайк вопросы в комментариях предложение в комментариях все полезные ссылки в телеграме и в описании пока до скорых встреч в новых видео